Мои всем приветствия и блин момент конечно был достаточно очевидный но ну то есть нам сообщили об этом в тексте нам на это намекнули буквально показав что надо сделать но разумеется так просто до меня это не могло дойти потому что написано же в темноте нарезать круги Надеюсь в ту сторону но может без разницы в какую сторону сейчас посмотрим есть кругов через 10 это не начнет шевелиться пойдем в другую сторону Хорошо в другую О есть контакт А Субтитры делал DimaTorzok 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 Хорошо, но плохо Было бы хорошо, если бы не попались под удар Но это уже моя ошибка, слишком близко пробежался 21 июня 1969 года Мариев говорил меня устроить большой праздник в честь пятой годовщины рождения девочек Присутствовал даже мой упрямый отец Похоже, девочки изменили его в лучшую сторону Все прошло бы идеально, если бы не Ной, отец Марии Девочки мне по себе от его холодного взгляда А мне от его грубого обращения с Марией Если старик полагает, что может и дальше обижать мою жену Как он это делал, пока она была ребенком Или что я позволил ему вести себя так с его внучками То он глубоко ошибается Я буду защищать свою супругу и дочери от любого, кто вознамерится их обидеть Так, нам вниз К дальней двери К дальней двери К дальней двери К дальней двери Продолжение следует... Так... Да блин, как же это неудобно... Сделано... Ну это клавиша... Эх, опять в пустую тратим... Стоп! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... 2 января 1971 года. Мария потеряла еще одного ребенка, это уже в третий раз. Не знаю, где взять силу, чтобы не отчаяться, ведь теперь мне нужно быть сильным за нас двоих. Состояние Марии ухудшается с каждым днем. Страдает ее тело, но ее разум беспокоит меня гораздо больше. Она совсем не разговаривает, а ее глаза перестали реагировать на свет. Она уже даже не узнает меня и вздрагивает, когда я оказываюсь рядом. Нередко она настолько теряет самообладание, что впадает в истерику и крушит все вокруг. В таком состоянии ее может успокоить лишь укол снотворного. Я знаю, что Мария, моя Мария, прячется где-то внутри этого больного тела. 4 января 1971 года. Ей все хуже. Сегодня, войдя в ее комнату, я стал свидетелем ужасающего зрелища. Она стояла в луже крови и хрестала себя по спине кнутом. Я схватил ее за руки, но она стала сопротивляться и стошно закричала. Я вызвал фельдшера, чтобы он помог мне ввести седативы и наложить швы на раны по всей спине. Как же она дошла до такого? Что происходит у нее в голове? По крайней мере, этой ночью она будет крепко спать. 10 января 1971 года. Господи, что же она делала? Мария, сможет ли ты когда-нибудь меня простить? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Замечательно. Замечательно. Еще лучше. Ладно. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зачем? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нормально. Часть ключа. Лекарства. Это было страшно. Интересно, тут сзади уже дополз? Но еще есть время. Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо. Видимо тут просто висит. Субтитры создавал DimaTorzok А, но там где-то по-устрее сюда все же идет. Мstillfire Greetings of hypnary Доктор Винтерлейки. 6.6.1916. Доктор Рик Паллетье. Из двух близнецов, рожденных Мириам Муррисет, выжил только первенец по имени Ной. К сожалению, его брат Мафусаил скончался сразу после того, как ему перерезали поповину. В настоящий момент причина его скоропостижной кончины неизвестна. Будем надеяться, что мы узнаем ее, проведя вскрытие. Доктор Рик Паллетье Доктор Рик Паллетье Доктор Рик Паллетье. Не заперта? Да, все же здесь. Ну, нам, конечно, написали, что это главный холл. Ладно, значит, мы где-то пропустили поворот, потому что, ну... Едва ли кусочек ключа, это все, что мы там должны были найти. Так, ну, допустим, если там электричество, значит, надо где-то его отключить. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, здесь вот не припомню, что где-то были еще ответвления. Эти рубильники, вроде бы, все прошли. Субтитры создавал DimaTorzok М-м-м, да, это спуск. Там уже все изучено. М-м-м, да. И пойди догадайся, в первый раз, когда это видишь, что это именно так работает. А, тут свечи нет. И, да, ситуация, то, что мы вот это пробить не можем, не изменилась. Так, здесь был вход. Там закрыто? Вот не помню уже. М-м-м, да. М-м-м, да. М-м-м, да. Блин, вот надо же было году плюнуть. Вот до сих пор есть что-то, вот, ну, вот сюда так, куда ее применить? Пойди догадайся. Ну, вроде бы, ни на что не натыкаюсь такое. 15 ноября 1980 года. Поздним вечером к нам в комнату пришел дедушка, Ной. Его сопровождали двое незнакомцев, с ног до головы затянутые в кожаные костюмы. Руками пропахшими кожей они закрывали нам рты, не давая позвать на помощь, мы едва могли дышать. Они отвели нас в странное подземное помещение и уложили на непонятные металлические кровати в форме крестов. Наши руки и ноги удерживали металлические обручи. Нас окружили несколько человек в одинаковых костюмах, и у каждого в руках был огромный молот. Все это время в среде комнаты стоял дедушка, наблюдая за всем происходящим. Хотя костюма на дедушке не было, его неотрывный взгляд повергал меня в ужас. А потом он приблизился к нам и расхохотался. «Мои дорогие внученьки», – произнес он. «Вот и пришел ваш час выполнить свое предназначение». Эмма билась в истерике, она умоляла его отпустить нас, но он направлялся к выходу, приказав своим людям подготовить нас к ритуалу. Из комнаты вышли все, кроме одного мужчины в костюме. Он был весь скрюченный и двигался медленнее остальных. А еще от него несло хуже, чем от его сообщников, это был запах нечистот. Он приблизился к нам, держа в руках небольшой поднос, на котором стояли крохотные металлические сосуды. В сосудах были благовония и еще какие-то жидкости. Он принялся расстегивать мне блузку, как вдруг в комнату вбежала мама и стукнула его чем-то железным. Он рухнул на пол. Она бросилась нас развязывать, но человек в костюме смог подняться и занес спиной маму кинжал. Мне хотелось закричать, предупредить ее об опасности, но я едва могла пошевелиться. И в этот миг наш мучитель упал, сраженный выстрелом. Его застрелил другой человек в костюме, стоявший у входа в помещение. Он приблизился к нам с поднятыми вверх руками, а затем снял ту часть костюма, что скрывала голову. Это был другой наш дедушка, Бертрам. С тревогой в голосе он спросил маму, почему на ней нет костюма. Она ответила, что пришла спасти своих девочек. Дедушка велел ей вывезти нас наверх и отвезти в городской порт. Там нас должен был ждать человек на небольшой рыбацкой лодке. Она ответила, что пришла... А, здесь же была... Ладно, я промогал, видимо. А нет, просто дублируются слова. Возможно, здесь что-то недописано, оказывается. Так, насчет крестов. Может, там с крестами как-то взаимодействовать? Ладно. Потом еще сбегаем. Ну, думаю... Чтобы лишний раз не затягиваться экспериментами, будем считать, что на этом пока что все. Я не знаю, что просто произошло. Есть живая животная, лежала на оперативной комнате. Она была шпионами для рук. После скрепления тела трех раз, когда она была шпионами, она пыталась уничтожить меня. Я нашел старый скалпель. Париж сказал мне, что это было использовано в моргах. Я должен найти какие-то лидеры о девчонках там.